МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я по-прежнему с завистью смотрю на Англию, и все остальные жду, когда же у нас пустят. Но уже 8 тысяч – это уже лучшая поддержка. Уже хотя бы от той трибуны к той пошла вот эта классическая история. Ощущение, что людей больше. Может, это так и есть. Кто-то вместо фаеров пронесли просто маленьких каких-то людей. Хорошая атмосфера, очень хорошая. Я, во-первых, люблю ваш стадион, я довольно часто у вас бываю. Поэтому атмосфера замечательная. Хотелось бы еще игры чуть-чуть более замечательной. Ну, вообще, ребята качают фаны. Вообще просто им такой респект. Они прокачивают весь стадион. Есть полное ощущение, что ты на настоящем каком-то доковидном периоде находишься. Поэтому я думаю, что и ребята, которые сегодня играют, а наши, они это чувствуют. Ну, сегодня есть ощущение настоящего большого футбола. По матчу, что сказать? Ну, что же. Грамотно заметил один из товарищей, с которыми я пришел, что, ну, хотелось бы больше, чтобы на фланги уходили. Видно, что фланги у Марселя не очень любят возвращаться назад. И в центре такая дикая плотность, что вот как бы их немножечко чуть сразу, как мы во фланг шли, сразу что-то возникало. Ну, и, конечно, удар Смолова тоже. По моментам-то мы вообще вроде как даже впереди. Ну, понятно, вот таким. Так что ждем. Но, конечно, тяжелый матч. Очень тяжелый матч. Очень грамотно они растягивают. Понятно, что по своему амплуа Баринов чаще оказывается в центре событий. И я бы, конечно, обратил внимание на левый фланг атаки в Марселе, потому что они постоянно там что-то придумывают. У них там постоянно лишний игрок есть. Мне очень нравится вообще все, что происходит. Вот это, да. То есть посмотрим, какие будут плоды. Но то, что это прошла новая кровь такая. Бека-бека из них пока играет больше всех. И мне больше всех нравится, если честно. Я много жду от Анжарина. Ну, поскольку Челси, может, меня пленит как бы это какая-то штука. И Керк тоже, мне кажется, будет интересно. Но Бека-бека по этому матчу, по крайней мере, конечно, очень цепкий, очень внимательный. Какой-то он в кайф играет в футбол. И для меня это, конечно, самое важное. Это интересно говорить с такими игроками. В первые 15-20 минут было, конечно, безумно страшно, что сейчас что-то залетит. И после этого будет очень тяжело их там как-то догнать. Но кайф в том, что появилась надежда. Пол как раз ближе к концовке. Наши разыгрались. И Федин удар прекрасный, который, к сожалению, попал в штангу, дает оптимизма на второй период. Я думаю, что мы сегодня не проиграем. Субтитры подогнал «Симон»!